Ну вот, да, в традиции это называется отцу, и в верхней это кан, ну и еще выше дайкан. Вот, в принципе их лучше, ну, если, так сказать, есть желание дальше там традиционные какие-то подходы изучать, то лучше переходить на вот это вот определение отцу-кан. То есть это не совсем одно и то же, что октава. Почему? Потому что в, ну, в так называемой европейской музыке все подвержено, значит, мелодике, что имеется в виду? То есть мы играем какую-то, ну, берем, сейчас у меня под рукой нет, ну, блок флейту или все что угодно. То есть мы играем, наша задача сыграть какую-то мелодию там, ну, как пример, я не знаю, что-нибудь. То есть мы сыграли на какой-то там дудочке мелодию. И вторая октава будет, соответственно, то же самое. То есть просто вот мы сыграли идентично на клавишах, на чем угодно. Но в Сякухате и в Хочику, вот в этих флейтах, под звуком имеется в виду определенное звукоизвлечение вместе с движением, вместе с дыханием. То есть это не просто вот, да, а это как бы вот вход в нижний звук. Определенное окончание и этих, определенный вход и выход в звук. И этих видов очень много. То есть это может быть, допустим, такое выдувание, да. Или это может быть на грани перехода в отцу. То есть особенно это на хороших таких, на бамбуковых, на корневых. Вот когда звучит одновременно и как бы и низ слышится, и вверх, да. То есть даже когда слушаешь, не совсем понятно, это вверх или низ. И особенно это проявляется, когда уже начинаете традиционно слушать пьесы у мастеров. Вот слушайте. Ну для меня это было так много лет назад, что... То есть ты слышишь, и в нотах там, допустим, стоит там кан, но ты слышишь, вроде как бы там еще и низ. И это богатство вот тембра, да. То есть, соответственно, вот этот вот момент... Продолжение следует...